Что такое обмануть студента? Что такое дать учащемуся заведомо неверную информацию? Учащийся верит, он верит учебным пособиям, у него нет оснований не доверять преподавателю. И вот представьте, в рамках этой идиллии учащемуся среди верной информации встраивают в мозг массивы неверной информации. Что вырастает из этого? Получаем ли мы специалиста какого-то? Например, в области фундаментальной физики. Мы не получаем специалиста, мы получаем человека с бумажкой, на которой написано, что он специалист, а в реальности он может только с умным видом потом смотреть на происходящие физические процессы, борщить лоб и не более, поскольку заложены ошибки, заложены в систему образования, заложены в его мозг. То есть внедрение в систему образования безграмотных позиций однозначно отражается на экономике. Как это отражается на экономике? Мы обучили этого специалиста. Пока он обучался, мы заплатили. Это потраченное время. Мы заплатили за энергию, за отопление, за зарплату преподавателям, которые преподают бред нашему будущему ученому. Мы потратили время на этого ученого. Это тысячи студентов ежегодно в различных вузах страны. То есть мы готовим стабильно безграмотных специалистов. Мы тратим на это деньги, деньги государственные, чьи деньги? Деньги налогоплательщиков. Дальше это растет как снежный комп. Потому что государство тратит средства на фундаментальную науку. Так вот, представьте, если у нас безграмотный специалист. Причем не один, а поток специалистов, масса специалистов безграмотных. Наши академики в направлении физики 50% безграмотные, а те, кто занимается фундаментальной физикой. 50% их уверены, что искривление пространства есть. Хотя это технически яма от земли до неба. Это безграмотность. Человек, который верует в то, что есть пространство, либо а жертва на доверии, если же он верит, что они есть, он просто безграмотный идиот, который не знает основ, который не знаком с понятием научный метод, который не понимает, что это построено все не в рамок научного метода. То есть у нас сидит реально шарлатан от науки и определяет, на какие направления государство должно потратить средства. То есть выделили деньги на фундаментальную физику. Сидит безграмотное чудо, со статусом академика, который думает, что да, искривления какие-то есть, хотя кроме как в его мозге искривлений нигде нет, да? И он говорит, а давайте мы будем развивать это направление, давайте мы будем денежки государственные на это тратить. То есть мы заложили систему, чтобы сидели люди и государственные деньги, которые должны на науку, на развитие, реально эти деньги тратятся на удовлетворение безграмотных фантазий современных шарлатанов. Что такое построение вливания реальных средств разрешения таких проблем, как был большой взрыв или не было большого взрыва, родилась Селенная в результате большого взрыва или не родилась Селенная в результате большого взрыва. Вопрос решается элементарно. Берется лист бумаги. И в рамках одного листа бумаги математически считается, что никакого большого взрыва быть не могло. Это математически и физически невозможно. Но это если вы грамотный специалист, если вы понимаете физику, да? Если вы безграмотный специалист, если вы верите в эти искривления, в яму от земли до неба, верите в то, что не существует, если вам это вдолбили, если вас обманули в ВУЗе, если вам предоставили эту информацию, да, вы ей доверились. Если вы безграмотный специалист, тогда надо строить большой андронный коллайдер, чтобы каким-то образом удумать потом, а был большой взрыв или не было большого взрыва. Большой андронный коллайдер не поможет вам разобраться в этой проблеме, в этом вопросе. Потому что нет никакой причинно-следственной связи между большим взрывом и экспериментами на андронном коллайдере. И если рассматривать андронный коллайдер в направлении, как помощник ученым осознать, был большой взрыв или не был, то андронный коллайдер это самый большой из существующих памятник человеческой глупости. Ничего глупее о данной концепции, чтобы оправдать те или иные теории, нет. Для того, чтобы разобраться, верна теория или нет, нужен как минимум лист бумаги и небольшие эксперименты. Городить великие макрообъекты не требуется. Вообще логика вот этих построителей напоминает следующее. Ну, к примеру, мы кошечку погладили, да, абонитовой палочкой. У нас сколько получилось, да? А вот представьте уровень развития, как бы могла двигаться наука, допустим, в среднем веке, в Кабинном веке, да? Теоретической части нет. Есть вот и сырка, и абонитовая палочка. И вот логика заряженных таких мыслителей. Давайте вырастим большого носорога и сделаем размером с фонарный столб абонитовую палочку. Да, это будет развитием нашей науки. Не так наука развивается. Наука развивается осознанно, в рамках научного метода. Все остальное это жульничество.